Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Конечно, есть недочеты, которые мы нашли, указали, но в целом ситуацию можно поставить, допустим, 4+. Достояние Анапы на особым контроле. Депутаты муниципального совета проверили состояние пляжных территорий. Откуда я знаю, у меня какие-то деньги, почему-то забирают? Значит, они должны следить на лоху или что? Бомбилы могут остаться без автомобиля. В Анапе проходят рейды по выявлению нелегальных таксистов, которым теперь будут применять самые жесткие меры наказания. Все, что ты здесь делаешь, мы пытаемся показать, что мы здесь живем в Истре. Греки на подворье старого Грека. Делегация из города по братиму Ларисы побывала на одном из самых известных агротуристических объектов Анапы. Соблюдение правил противопожарной безопасности стало основной темой обсуждения совещания с руководителями сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, которое прошло сегодня в администрации города. В преддверии уборочной кампании, когда на курорте установилась жаркая и сухая погода, глава Анапы Юрий Поляков дал поручение уделить этому вопросу самое пристальное внимание. Пока погода бьет рекорды по засушливости и температуре, у пожарных и аварийно-спасательных служб Анапы своя неутешительная статистика. 97 случаев возгорания сухой травы в этом году против 6 прошлогодних. В большинстве случаев к пожарам приводит вот такое халатное отношение к соблюдению требований пожарной безопасности. Управлению сельского хозяйства Юрий Поляков поручил провести совещание для глав округов и руководителей сельхозпредприятий. Очень много возгораний. Витязева, Приморка, Благовещенка, Юровка у нас. Айкадзор, кстати, вот были. Поэтому надо провести эту работу, поговорить, объяснить, рассказать, помочь надо им. Сегодня уже на пяти предприятиях Анапы началась уборочная кампания. Один вопрос – это обеспечение пожарной безопасности проводимых работ. Другой – категорический запрет на выжигание стерни и пожневых остатков. «Обязанности собственников, арендаторов, землепользователей, земель сельскохозяйственного назначения установлены правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства 390. Это обязанность по разбитию полей более 50 гектар на участке с прокосами 8 метров и пропашкой посередине прокосов 4 метра. Назначение ответственных лиц за соблюдение мер пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного назначения». За допущение пожара на подведомственных территориях предусмотрена уголовная и административная ответственность. Причем суммы взыскания очень высоки и могут исчисляться миллионами рублей. И еще одно важное сообщение для собственников и пользователей земельных участков. Набирает свет враг всех аллергиков амброзии. Россельхознадзор напоминает, не допускайте, чтобы злостный сорняк окреп и разросся. Приближается время цветения амброзии полонолистной. Я, как представитель управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю Республики Адыгея, убедительно призываю жителей города, землесобственников и землепользователей обратить особое внимание на карантинный объект амброзию полонолистную. Необходимо в ближайшее время обследовать свои земельные участки при обнаружении карантина в объект амброзии, произвести ее либо прополку, либо механическое удаление. Пляжи чище и комфортнее, чем в прошлом году. Один из выводов, к которому пришла межведомственная специальная комиссия, организованная Советом депутатов города-курорта. Однако повода, чтобы почивать на лаврах у арендаторов пляжей, также нет. Нужно исправлять недочеты, а медикам и матросам-спасателям находиться в постоянной готовности. Бронхиальная астма, вдруг приступ начнется бронхиальной астмы. Мы можем тут же оказать помощь. Тепловой и солнечный удар. Мало того, что все по полочкам, но еще и по коробкам. В каждой из них расписаны препараты. Когда счет идет на секунды, это может помочь сохранить здоровье, а то и жизнь. Галина Богатырева в здравоохранении без малого полвека. Три из них трудятся здесь, в детском оздоровительном лагере «Буревестник». Считаю, что по СанПИН – это самое главное у нас, по СанПИНу работать. И те замечания, которые нам делают, мы стараемся устранить как можно быстрее, как можно скорее и лучше. На этот медицинский пункт обратила внимание Вера Севрюкова, депутат муниципального совета и один из ведущих отраслевых экспертов не только в крае, но и в стране. Небольшое помещение, но он сделал как правильно, так, как нужно, по стандартам. Пляжные территории обходят муниципальные депутаты, медики, представители Роспотребнадзора и городской администрации. Заместитель главы города Эдуард Балмышев осматривает ассортимент в одном из пляжных магазинов. Соки, лимонад, мороженое, печенье или аналогичная продукция в промышленной упаковке. И никакого алкоголя. Здесь же символическое ограждение, при том, что расстояние до моря достаточное. А тут забор капитальный и очень близко к воде. Когда начинается шторм, то уже не остается сухого места, чтобы пройти или проехать на велосипеде. Гости и жители неоднократно жаловались. Депутаты обратили на это внимание и намерены принять меры в рамках своих полномочий. Впечатление в целом – явный прогресс по сравнению с прошлым годом. То, что мы посмотрели, на нас произвело благоприятное впечатление. По сравнению с прошлым годом, конечно, установки лучше, достаточно более красиво оформлены, больше лежаков, больше теневых навесов. Оформлены хорошо медицинские посты. Конечно, есть недочеты, которые мы нашли, указали. Но в целом ситуацию можно поставить, допустим, 4+. Комиссии показали новую инфраструктуру для маломобильных граждан на центральном пляже – специальную раздевалку. В этом году заменили деревянный настил. Расстояние между досками уменьшили, чтобы не цеплялись колеса. Дорожка ведет прямо к морю, где дежурит специальная коляска. В Роспотребнадзоре обращают особое внимание на режим купания детей, а также ведут постоянный мониторинг качества воды. Пробы берут каждые 10 дней в 15 точках. Лабораторное качество воды проверяется по многим показателям – органолептическим, химическим и микробиологическим. На сегодняшний день все пробы воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Это был первый выход комиссии на побережье. Но уже в ближайшее время тем же составом наметят новый маршрут. Ситуацию будут держать под контролем в течение всего пляжного сезона. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Незаконная точка по оказанию услуг, продаже пива в неположенном месте, а также предприниматели, которые выставили товар на муниципальную землю. По поручению главы города проводятся масштабные рейды с участием управления торговли, полицией и муниципального контроля. Один из проходов, ведущих к морю. Согласно новым правилам благоустройства, товар не должен быть выставлен за пределами торговых точек. В этом случае все, что находится за границами павильонов – муниципальная земля. Как пояснили в управлении торговли, штрафы за такие нарушения можно выписывать хоть каждый день. Задача – дисциплинировать бизнес, а также сделать сервис менее навязчивым. Здесь же точка по розливу пива, которая по закону может находиться только в стационарном объекте. Штраф за такое нарушение – от 30 до 50 тысяч рублей. А уже на выходе – точка по нанесению временных татуировок, которая также работала без каких-либо на то оснований. При выходе на пляж был установлен объект, который занимается нанесением тату. Данный объект располагается на муниципальной территории, осуществляет деятельность незаконно. Составленный административный материал, объект демонтирован самостоятельно собственникам. Первый штраф от 1000 рублей, повторный – уже до 3000 рублей. Мы эту работу будем продолжать. Каждый день по одному проходу будем наводить порядок в данном направлении. Охота на бомбил открыта. В Анапе начались совместные рейды городского отдела по транспорту, сотрудников РОТОДПС, ГИБДД и налоговой инспекции по выявлению нелегальных перевозчиков. Штрафы таксистов не пугают, поэтому методы воздействия на нарушителей серьезно ужесточились. Насколько – в нашем материале. Врежь Яритян работает в такси уже более трех лет. С самого начала решил – будет работать только легально. Собрал весь пакет разрешительной документации. Говорит, что честно работать сегодня выгодно. Если работаешь, у нас все должны быть документы, все по факту. И для себя, и для народа, и все. И каждый раз не будет останавливаться. Тем не менее, проблема частников бомбил по-прежнему актуальна. Сегодня появился и другой вид мошенничества. Открываются фирмы, которые осуществляют лишь диспетчерские функции. Сотрудничая с такой компанией, водитель может считать, что работает легально, а фактически выполняет полученные заказы на свой страх и риск до первой проверки. Видите вы, и Сатурн стоит, в том числе. Вот я Сатурн, и Сатурн тоже самое. И вы Сатурн. Да. А откуда я знаю? У меня какие-то деньги, проценты забирают? Значит, они должны следить, налог или что? В городском отделе транспорта готовы проконсультировать по всем правовым вопросам. Тем более, что теперь наказания за нарушения существенно ужесточились. Прежние мягкие методы уже не работают. В данном случае у нас проводится составление материалов в отношении лиц, которые были привлечены и, скажем так, уличены в незаконной перевозке пассажиров. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, составляется материал, составляется протокол. В дальнейшем материалы направляются в суд для принятия решения о сумме наказания, соответственно, о дальнейшем судьбе транспортного средства, то есть с конфискацией или без таковой. И эта мера, считают здесь, вполне оправдана. На кону безопасность пассажиров. Авто нелегальных таксистов не проходят регламентные работы и техосмотр вовремя. А это может стать причиной аварии. Да и налоги такая категория водителей не платит. Сейчас нарушители, работающие без лицензии, получат штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку на срок до двух месяцев. При повторном нарушении авто изымается и передается в пользу государства. На данный момент уже составлено более 100 протоколов на подобных нарушителей. Большая часть дел уже передана в суд на рассмотрение. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Конкурсный фестиваль «Полифония Сердец» в этом году вышел на международный уровень. Если раньше в нем участвовали только таланты из Краснодарского края, то теперь приехали артисты из Московской области, Ямала-Ненецкого автономного округа, а также из ближнего зарубежья. На протяжении трех дней жюри оценивали вокальные и хореографические номера, присудив лучшим коллективам степень лауреатов. «Полифония Сердец» Конкурс «Полифония Сердец» появился в Краснодарском крае еще 4 года назад. Но статус международного приобрел только сейчас. Члены жюри – педагоги высших учебных заведений и институтов культуры. Они не просто оценивали номера, но и давали советы конкурсантам. По словам организаторов, все участники в полной мере проявили свои таланты. На уровень фестиваля международного они стараются, участники, привести лучших из лучших. Поэтому здесь, отсмотрев вокалистов, мы не увидели здесь каких-то слабых посредственных сереньких номеров. Все действительно смотрелось достойно. Руководители творческих коллективов отметили высокий профессионализм в организации фестиваля, внимательное отношение к юным артистам и общую дружественную атмосферу. Это очень важно для детей участвовать в таких мероприятиях, поскольку здесь они учатся, они смотрят другие коллективы, набираются опыта выступления. Как говорится, один концерт, одно выступление, оно равняется десяти репетициям. Очень зажигательно, необычно, вышли первый раз на сцену, очень интересно, задорно было. Но, думаю, мы и людям понравилось. За три дня жюри оценили более 360 вокальных и хореографических номеров. По итогам фестиваля анапчане привнесли в копилку города 4 гран-при. Лауреаты конкурса смогут бесплатно принять участие в фестивале в следующем году. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. И к другим темам. Делегация из греческого города Лариса побывала и на подворье старого грека, одном из сравнительно новых объектов на туристической карте Анапы. Он расположен на историческом месте, а на такие достопримечательности власти возлагают своеобразную историческую миссию. Винодел Валерий Асланов и мэр Ларис и апостолы Скалаяни сообщаются без переводчика. Делегации из города Побратима показали один из знаковых туристических объектов. Это не просто предприятие, целый комплекс. Вино на этом месте делали с 19 века. Старинный подвал служил укрытием в Великую Отечественную войну. Его стараются сохранить в первозданном виде. Для нас, греков, очень важна наша история. Поэтому все, что мы здесь делаем, мы пытаемся показать, что мы здесь живем в Истребе. И этот проект был задуман вместе с нашей администрацией. Краевые и муниципальные власти делают ставку на подобные проекты. Они помогут в дальнейшем наращивать турпоток, а уже сегодня максимально разнообразить пляжный отдых. Пестрый национальный колорит при Черноморье – настоящий кладезь для самых разнообразных идей. Как и немыслимо сегодня существование города-курорта и его развитие без армянской общины. Сегодня немецкие общины, другие общины, которые сегодня населяют наш город-курорт. И все мы вместе, и все мы хотим, чтобы наш город развивался, чтобы сюда приезжали люди и чувствовали это, что мы живем в мире и согласен. Виноделие тесно вплетено в историю цивилизации. Это судовой штопор. Он закреплялся на столе. А такой прибор брали с собой в походы или путешествия мужчины балканских стран и Средиземноморья. В него встроен помазок для бритья. Как родилось такое сочетание – неизвестно. Но сам предмет, как напоминание, что всему свое время, а главное – мера. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. «Выпусти рыбку» – мероприятие с таким названием состоялось накануне в Анапе. Сеть семейных курортов «Элиан Фэмили Резорт Коллекшн» давно и эколога ответственно ведут свой бизнес. А теперь решили всерьез взяться и за экологическое просвещение подрастающего поколения. На помощь призвали экологов фонда «Чистые моря». Эколого-просветительская акция «Выпусти рыбку» в начале июня прокатилась по Черноморскому побережью Краснодарского края. Стартовала в Сочи, продолжилась в Геленджике и финишировала в Анапе. На территории семейного курорта «Элиан Фэмили Резорт Спадавиль» дети отдыхали и одновременно знакомились с обитателями истории Черного моря. Разбирались, что ему угрожает и как ему помочь. От экологического состояния нашего моря, нашей природы зависит, в общем-то, и привлекательность наших курортов. Поэтому, скорее, это в рамках нашей экологической политики появилась такая идея провести мероприятие экологическое, внести вклад в экологию Черного моря и провести именно серию просветительских мероприятий для того, чтобы вовлечь детей. У нас очень большая аудитория гостей, очень большая аудитория лояльных гостей, и мы понимаем, что наши гости, ну, в общем, разделяют тоже наши ценности. И от того, насколько правильно и насколько корректно мы донесем эту информацию до детей наших гостей, да, будет, в общем-то, в будущем зависеть и состояние нашего моря. Занятия проходят в виде интерактивной игры. Эко-урок ведет Анна Ашмарова, настоящий исследователь морей, ученый, путешественник и ехтсмен одновременно. Она на понятном языке говорит с детьми о проблемах Черного моря, о его подводных жителях и новых открытиях. А при помощи наглядных опытов ребята узнают, почему те или иные явления происходят именно так, например, почему пластик в море скапливается в мусорные острова. В центральной части Черного моря есть два круговорота, вот они здесь обозначены. Это круговороты и воды, и ветра. Мы взяли реальные научные факты, самые актуальные, что есть у нас сейчас в науке по поводу экологии Черного моря. Можно сказать, так сказать, упаковали, да, в игры, квесты, акцию, то есть, чтобы дети приняли участие. Потому что, когда они делают что-то своими ручками, у них остается ощущение, что они были причастны, да, то есть, они чувствуются частью уже вот этого движения, сохранения Черного моря. В завершении экологического урока ребята с удовольствием в морском стиле раскрасили холщовые эко-сумки, чтобы забрать их с собой, как сувениры, и отказаться от губительного для нашей планеты полиэтилена. Черное море загрязнять нельзя, потому что рыбы отравляются не той едой, которой они питаются. Они ее не любят, и они могут умилеть от нее. После эко-урока мальчишек и девчонок, а также их родителей ждал квест «Помоги Черному морю». Чтобы его пройти, команды юных натуралистов должны были не только правильно найти черноморские города, которые временно расположились на территории отеля, но и ответить на сложные вопросы. Все участники акции удостоились звания «Хранители Черного моря», а победители стали главными «Хранителями». Все, забыла. Ничего или все? Все. Молодец. Похлопаем давайте. Горные-горные мальчишки! Что нас больше всего подкупило? Это возможность самим выпустить рыбку в море. Ну, это вообще, я считаю, классная идея. Недалеко от Анапы, в свободное плавание по реке Кубань, гости Анапы выпустили стерлядку и мальков русского осетра. В Сочи и Геленджике, в горные реки Мзымту и Мезыпь черноморского лосося. В общей сложности в реки, впадающие в Черное море, за три дня отдыхающими сети курортов «Алианфэмили» было выпущено около трех тысяч мальков. Итог акции «Выпусти рыбку» и инициаторы, и организаторы подвели на пресс-конференции, где постановили, что эколого-просветительское направление не только полезно, но еще и интересно для отдыхающих. Так что продолжение следует в будущем году. Эта акция проводилась с нами впервые в сети отелей. В будущем мы, конечно, хотели с помощью общественности, привлекая наши органы самоуправления городов, эту акцию проводить масштабнее, более интереснее. Вон большой-большой! Я тоже маленький. Руслан Душевский, Анапа-регион. В Анапе стартовал всекубанский турнир по футболу среди уличных команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Соревнования будут проходить во всех 44 муниципальных образованиях края до конца июля. Их организатором выступает Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Этот турнир проводится уже 13 лет подряд. Организаторы изначально хотели с помощью соревнований собрать всех подающих надежды молодых футболистов. Впоследствии они должны составить костяк сборной края. Сегодня у анапских спортсменов прекрасные перспективы войти в кадровый резерв. В наследие чемпионата мира у нас построены две прекрасные спортивные площадки, два футбольных поля. И я думаю, что следующая у нас игра Кубка губернатора состоится в следующем году уже на этих полях. В играх принимают участие 10 команд – школьники 5-6 классов. Состязания проходят на стадионе поселка Виноградный «Олимп». Турнир проходит 4 этапа. Первое соревнование – внутригородских и сельских поселений. Второй этап – районный, где соревнуются лучшие команды поселений. На третьем этапе в семи зональных турнирах встречаются сильнейшие команды городов и районов. Победители и призеры зональных турниров выходят в финал. У Анапы есть все шансы стать победителями. В скором будущем для маленьких футболистов откроется специальная школа. У нас в этом году, кроме того, что два футбольных поля прибавятся, это очень большое подспорье, открывается на следующий год, уже в этом году принято решение администрации Краснодарского края открыть спортивный интернат футбольный у нас в поселке Виноградном. И второе замечательное событие уже для «Олимпа» – то, что мы проводим вот эти мероприятия. Законодательное собрание края оценило вклад «Олимпа» и дарит нам, подарило микроавтобус для того, чтобы мы могли возить детей на соревнования и на тренировки. Количество участников турнира растет с каждым годом. В прошлом году соревнования по футболу собрали более 280 тысяч детей. В этом году организаторы рассчитывают побить рекорд. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова